доброго всем денечка дорогие друзья сегодня у нас будет такая небольшая запись запись полета им так это сказал да буду пытаться там что-то комментировать это обращу внимание давайте даже так сделаем это не стрим да это именно запись нашего полета выложили смысле если вы его смотрите значит я уже выложил пытаться и буду все так же все также пытаться долбить обомбиться на спешке с горизонта по складам противника по тыловым склада кстати давайте я сейчас пока грузится гляну что у нас находится и какие склады тронуты не тронуты где они на интерактивной карте ну вот северный филд в принципе не тронут ориентиры там тоже вроде бы есть озеро город жирки так то есть есть наверное вот на северный филд мы и пойдем там практически по прямой с 270 можно будет попытаться попытаться бросить по ветру мы сейчас глянем пять тысяч шесть метров 244 это откуда дует ветер надо вот этим вот не заблудиться то прошлый раз получилось так что я все перепутал и так пеха у нас будет пускай 87 не пойдем с заваркин на 87 пехи и пойдем вот этот склад что из этого выйдет я не знаю буду ли я монтировать тоже пока не понятно потому что будет много в принципе 4 250 мне рекомендовали брать турельную установку мы тоже возьмем 1400 это многовато давайте возьмем тонну тонну даже наверное девиц ну пускай будет тонна хрен с ним погода сейчас очень жарко и поэтому стандартные шкуряки пойдем взлет полет набор высоты это очень такой длительный будет процесс тем более с такой загрузкой и и по ориентирам наш клад находится на прям на параллели верхней скажем так линии квадрата 20 линии 24 и на этой же вот находится линии уголок иларионовского то есть план какой набираем 5000 выходим на иларионовский и вот этот весь путь когда мы идем реки вот эти озерка озер да филд все это мы проходим и должны пройти через центр жирков и соответственно попытаться что-то сюда бросить ориентирует у нас озеро возможно будет видно и ну и лес не знаю как это будет выглядеть сверху на мы будем будем посмотреть приступаем по времени господи я по времени не глянул сумею ли я долететь слушайте может быть придется сейчас перенести за нет 50 минут я думаю что туда мы точно успеем на карте где-то минут 50 так оставляем шаг даем немножечко наддув чека чтоб запустил исключаем освещение приборов и пока думаем где мы здесь будем куда мы здесь будем рулить где у нас полоса я так думаю что хрен его знает слушайте где у нас полоса вон там мне кажется полоса да похоже по крайней мере идем тогда налево после запуска в принципе может быть даже не знаю страница сейчас она нет нет бесполезно и возможно будет рулить с одним движком разворачивает так открываем радиаторы так есть второй движок поехали настройки прицелов по настройкам прицела буду играться скорее всего уже в процессе на боевом скажем тогда кидать будут 270 по людям имеется 3 синих работают по земле кроме швайна какого-то швайна свинья нет швайна по-моему свинья ну ладно и потом даже загуглю если не забуду так вот идти будем на боевом работать с прицелом все настройки вводить уже посредственно на боевом вот а сейчас пока будет длительный и скажем так длительный процесс набора высоты при условии конечно же что мы взлетим и все будет корректно так поп до 4 штуки у меня висит сброс будет наверное но по кнопке по одной штуке буду бросать надежде на то что удастся зайти вдоль каких-нибудь целей если попаду хотя бы скажем так в площадь до всего этого склада я буду уже доволен то есть не важно сколько в этом цели заберем и заберем ли мы вообще но буду довольна хотя бы если попадем в район этих район забора до ограждения раскрутил двигатель на максимальные обороты чтобы не тратить время на это в процессе разбега ввиду того что температура высокая я наверное даже сейчас перед отрывом выпущу закрылки на пятнашку чтобы было полегче и взлететь вот уже подходит 130 150 давайте выпускаем на пятнашку подтягиваем на себя есть отрыв шасси ушли пока продолжаем горизонте разгоняться тихонечку убираем закрылочки все закрылки убраны набор пошел смесь на всю радиаторы открыты ну и приступаем к набору 200 60 буду держать 60 250 облачности достаточно много даст бог на цели будет какой-нибудь прогальчик и мы сможем все таки отбросаться это будет конечно очень большой неудачей и досадой если цель не будет видно за облаками если будет видно тогда наверно придется акировать просто перевернулись с прохода и кирнули бросили ушли есть еще один риск который нас может который может нам испортить все это высота большая высота полета 5000 и возможно настройки сервера таковы что не будет видно цели на таком удалении то есть не будет возможности прицелиться именно но заранее вывести самолет по направлению заранее это конечно будет печаль то есть она может и появиться но уже эта цель да но уже именно к моменту нашего необходимости нашего сброса возможно и такое кстати да три мира у нас не работает ну ладно будем тогда держать все вручную но вот сколько мы летим уже порядка десяти минут а вместе с запуском набрали только тысячу метров так и а Может быть и правильнее было бы идти с набором в сторону цели, но тогда я боюсь, у меня из-за моего отсутствия опыта, не хватит времени для того, чтобы отработать с установкой прицела. То есть в идеале бы, конечно, да, у танки же есть экипажные. Прикиньте, было бы круто, если бы сделали экипажным ту же пешку, да, экипажную. То есть не только стрелки в составе экипажа, но и, ну, я думаю, вот это что, не пилот же смотрит в бомбовый прицел, да, а скорее всего вот этот стрелок, я так подозреваю. Хотя я могу ошибаться. В этом плане я, конечно, могу и ошибиться. Так, наддув тихонечко падает, скоро будем переходить на вторую ступень, и здесь главное не перепутать кнопки, как это было вчера. Вместо кнопки нажатия, ну, вместо того, чтобы переключить нагнетатель на вторую ступень, я нажал на кнопку сброса, и одна пятисотка сошла. Пришлось возвращаться и дозаряжаться. Ну вот еще, ну, где-то две минуты километр, да, то есть порядка еще шести-семи минут нам на набор высоты. Задуманной даже, да, не заданной, а задуманной, но вот уже девяносто, девяносто четыре. Переходим на вторую ступень. В принципе, прогалы хорошие в облачности, но здесь, говорю еще раз, можно, может сыграть с нами злую шутку, именно отрисовка, отрисовка объектов, которые необходимо уничтожить. Так, мы на заварке нам каком-то, да, и нам надо будет выйти на уголок Илларионовского, напомню. Остальное будем уже в процессе подглядывать. Ветер, в принципе, не очень сильный, поэтому дозвух нас снесет не очень далеко. Дозвух нас снесет не очень далеко. Надеюсь, инверсии у нас никакой не будет на пятере. Ну и в идеале бы, конечно, противников нам не встретить, чтобы не отвлекаться хотя бы на это. Температура нормалды. В принципе, уже можно держать 240-230 скорость набора. Пока ищу Иларионовский. Так, вот это, по-моему, Иларионовский в центре экрана. Ну, отлично. Так, вот это, по-моему, иларионовский в центре экрана. 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 Так, ну что, еще три минутки. Развернемся на север. Так, вот это, по-моему, иларионовский в центре экрана. Начнем уже выдвигаться в сторону Иларионовского. Ну, и, соответственно, далее по курсу на цель. в процессе набора. Я думаю, пока мы долетим, как раз доберем и будет уже соответственно будет уже достигнем уже необходимой заданной высоты. Не заданный, запланированный. Я бы так это обозвал, потому что я не знаю, скольки нужно бросать. Никто мне, соответственно, не задавал. Всем ку, здорово! Тем временем мы, в принципе, уже на свою параллель-то вышли. Дайте ветер, мы все-таки сносило помаленечку. Давай сейчас встаем на 270. И вот под это облако, на крае школарионовского, будем целиться от него. Тогда четко на 270. в идеале бы, конечно, уметь просчитывать угол сноса и строить свой курс, соответственно, свой маршрут уже с учетом угла сноса, чтобы прийти. Если уж мы хотим прям по прямой прийти, да, на цель, то есть сразу же взять определенный курс, от него уже настроить прицел, и, грубо говоря, с учетом угла сноса, прийти в заданную точку. Четко заданную точку. Но делать этого я не умею, к сожалению. Поэтому он будет как будет. Будем подворачивать уже в процессе подхода к заданной цели. Отпалить буду. Сюда вот в окошечко наш уголок. Глава не опустить носик. Где-то вот здесь, это окраина. Здесь, чуть-чуть прави. Блинский, блин. Вот он где, Иларионовский. Носик не опускай. Пешечка, не опускай носик. Вот он где, Иларионовский наш. Пролетели мы немножечко дальше. Давайте вот на пятеречке остановимся. Я потом посмотрю по бомбовому прицелу, наверное, все-таки из него надо будет брать необходимую высоту. Да, все верно. Вот Лебедев. Дальше Иларионовский. Перепутал я немножечко населенные пункты. Тихонечко разворачиваемся в 270. Дальше Иларионовский. Давайте даже схитрим. Так сделаем. У нас сейчас прицел, визир, прицел. М. Окей, визир. Вот он, Иларионовский. Ну, окей. Мы, в принципе, проходим, как планировали. Переключаемся на прицел. Мы сейчас, получается, будем смотреть прямо под него и выставляем 270. У нас, в принципе, и так 270. Прекрасно. Вот в этом режиме я начинаю свой полет, скажем так. Давайте мы ставим на визир максимальный удаль, чтобы ввести ориентировку. Пока поработаем с скоростью ветра и скоростью. Скорость, я думаю, мы успеем разогнаться где-то до... Ой, высота 5000. Сорян. Скорость где-то, я думаю, до 320. Мы все-таки разбежимся, но надо будет это все еще проконтролировать. Скорость ветра погодные условия. 6 метров в секунду с 244. Выставляем 6. Это уже неизменная величина. А вот 244 это то, откуда он дует. То есть он дует мне слева 245, 10, 15, 20, 25, 30. Еще раз. 5, 10, 15, 20, 25. Еще раз. 5, 10, 15, 20, 25. Все верно. Мы приблизили 25 слева. 25. Слева. Прекрасно. Теперь настраиваем визир относительно прицела. Так, визир настроен. Прекрасно. Теперь смотрим и пытаемся ориентироваться. Вот она река, за ней еще река, за ней вот эти две берега и так далее. Кисельные наши. Вот сюда я сейчас вижу вот этот район. В принципе, мы должны пройти по прицелу именно вот через этот озеро. Правильно? Правильно. Вот через это озеро надо будет постараться пройти. Вот через это. Значит, мне сейчас нужно доворачивать левее все-таки. Да, потому что мне справа дует ветер, меня тихонечко сносит. Мы сейчас будем доворачивать. Есть. Целимся, короче, вот на это озеро. вот на это. Скорость уже 320. Прекрасно, 320 есть. Скорость ветра выставили в... Ветер у нас уже стал 240, 250. Раз, два, три. Пятнашка уже стала. Пятнашка. Окей. Пока пятнашка. Надо чуть-чуть сносит все-таки вправо. Я думаю, мы как раз нормально придем к этому моменту. Вот озеро какое-то мы пролетели. Маленькое озеро. Да, оно у нас осталось немножечко слева. Хорошо. И вот это озеро, да, мы пролетаем. Вот это озеро мы пролетаем. Его же я пролетаю, правильно? Да, других нет здесь. Немножечко многовато я забрал. Ну, как-то вот так там будет уже возможность немножечко подрулить непосредственно. Ну, да, давайте на двадцатку все-таки. Двадцатка будет ветер. дальше, что у нас сейчас еще? Озеро это мы прошли, дальше вот кусочек этого озера и вот эти два странных озера за рекой. Этих два странных озера, вот мы как раз четненько по ним идем. Дальше будет лес, лес, лес. Короче, следующий, наверное, это вот аж здесь аэродром должен будет остаться где-то справа. Ну, и дальше будем на жирки ориентироваться выступ чуть правее выступ реки. на эту штуку нам надо будет зайти уже максимально точно. Последние настройки, наверное, будут здесь. Ветер в харю, поэтому сброс будет немножечко позже. Сброс будет немножечко позже, потому что ветер встречный. Ветер да, 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 поэтому это даст нам возможность еще несколько секунд в том, чтобы прицелиться. 5100. 5100 показывает наш высотомер. Здесь также он показан 5100. Давайте мы немножечко спустимся до 5. Правда, немножечко подрастет скорость, но я думаю, она потом опять устаканится. Скорость в любом случае необходимо будет подкорректировать. Ну, вот так пойдем. Окей. 5, 10, 15, 20. Еще раз. 5, 10, 15, 20. Да, 20 стоит. Отлично. В режиме визира смотрим, что мы еще видим. уже где-то здесь недалеко должен будет быть. Да, вот здесь уже будет скоро наш аэродром. Вот он, изгиб. Изгиб. Здесь будет город, а вот здесь где-то будет аэродром. но идем. Других вариантов нет. По бомбам, по бомбам интервал будет сделан вручную, я так думаю. Или что, или 0,5 полсекунды. Теоретически, наверное, если я выберу вот 0,1 секунду, то зажав кнопку, да, они все зайдут 0,25 это четверть секунды. Да, давайте 0,25 выберу. При проходе зажму по одной получается бомбе будет скинуто с интервалом 0,25. Наверное, это нормально, я не знаю. Так, 6 метров в секунду курс ветра мы еще подправим, он дует нам справа. на 15 6 метров 244 все верно. Ветер не такой уж большой, какой мог бы быть. Вот, так, 320 320 5000 5000 ну, чуть больше, я не думаю, что эти метры нам сыграют огромную роль. Хотя, хотя, да, может и дай фиг с ним. Ладненько, ждем, ждем наши ориентиры. Главное, чтобы позволило сбросить облачность, ну и увидели мы цель, соответственно, своевременную. перекресток. перекресток, перекресток, отличный тоже ориентир. Перекресток. Вот он, перекресток. Девушки, надо левее, правее забирать. Перекресток практически под нами. Да, надо чуть-чуть увеличить уголок. Ну, вот так хотя бы. Ветер пока трогать не буду, не такой уж он и сильный. Правильно же я говорю? Да, вот перекресток, вот этот перекресток. Кстати, вот над ним мне кажется должны были бы пролетать. Над ним. Нет, чуть, чуть южнее. Чуть южнее. Вот, перекресток отличный перед рекой. Будет первый ориентир. Середина поселка, изгиб реки. Ну и дальше уже дело техники. Так что будем, будем пока что наверное еще чуть правее держаться. с учетом сноса я думаю как раз 270 можно держать. Реку пока не вижу. Поэтому сориентироваться вот перекресток тоже есть. И это у нас перекресток, и это, и это. Вот он перекресток. мы идем на него, да? Ой. Бомбовый прицел. Мы идем не на него чуть-чуть, да? Давайте все-таки еще довернем. что вот это за пузырь, кстати, у нас в центре. Я не знаю. Вот это вот. Самого интересует этот вопрос. Хотя мы должны были быть чуть-чуть ниже его. как мы там идем. Да, отлично. Вот так проходим в момент прохода. В момент, когда мы его увидим при цели, нужно будет довернуть на 270 просто и все. Да, отлично. Идем. Давайте на 270 возвращаемся. Нормас. Если 270, значит 25. Отлично. Вот так. пока вот так идем. Вот она река. Вот еще перекресток. Раз-два. Можно по нему сориентироваться. Раз-два. Он должен быть чуть-чуть тоже правее. А у нас он правее. Прекрасно. По идее мы на боевом. 320, 5006 метров, 25. Еще раз. 5, 10, 15, 20, 25. Да. То есть 244, 245, до 270 как раз не хватает 25, 25 градусов. Если будем влево, надо будет уменьшать. Если будем вправо доворачивать, значит надо будет увеличивать. Так, сейчас чихну. Оп. Значит, правду вам говорю. Дороги еще не прорисовываются. вот она река. Перед ней сейчас будет перекресток, через который мы прям должны будем пройти. То есть один будет правее, другой будет немножечко четыре перекрестка. Вот этот, наш центральный. Раз, два, три. Наш центральный. Правильно же я говорю? Да, он такой с заворотиком, поэтому нужно немножечко влево довернуть. Вот наш перекресток. Градусов на пять мы все-таки нас сносит немножечко. Вот так. Вот так отлично. Так, ну, пятеро, даже не пятеро, несколько градусов оставлю пока так. два градуса, там ерунда. Ветер не такой уж и сильный. Смотрим в прицел. 320, 320, 5006 метров на 15. Да, идем, смотрите, прям хорошо подходим, как будем вот здесь будем пиу, пиу, она будет бросать. Отлично. Проходим пока четко через перекресток. Дальше, вот он город. Ребятки, все, мы уже близко-близко. Смотрите, вот он город. Вот этот изгиб. Идем прям четко. И вот здесь, нет, не здесь, сорян, за этим городом будет длинный такой лес, один, в горостровочек, и прямо на торце будет наша хрень. вот островочек, вот здесь будет цель, вот здесь надо ее искать. Пока идем очень хорошо. Главное, чтобы здесь не встретить никаких синяков. Визуалка, не визуалка. Капельку вот сюда бы я дал. да, отлично, вот таким образом идем. Все, прям идем четко вот сюда, вот здесь наша цель, главная, и она не под облаком, и это прекрасно, пока, по крайней мере, она не под облаком, и я надеюсь, что это прекрасно. Еще раз, нужно все проверить. 5000 высота, 5000 высота, скорость 320, скорость 320, 15 градусов, да, порядка 15 градусов справа, встречный, все верно, 6 метров в секунду, 6 метров в секунду. Все, мы уже в районе, в районе цели, цель вот уже, по-моему, что-то там прорисовывается. Давайте чуть-чуть левее сюда возьму, вот что-то похожее есть, вот где мышка, вот так, вот так, ага, можно сказать, вот здесь управлять, и цель, сука, походу под облаком, все-таки, твою дивизию, но я все-таки надеюсь, что будет видно, хотя бы, ну, район этой цели, да, мне попасть хотя бы в район будет шикарно, ай-яй-яй, и облачность такая плотная собака, буду кидать на глазок, тогда что сделаешь, блядь, и не приблизить ведь зумом, да? так, Ctrl-R, запишем трек, потом посмотрим, как же обидно, вот представьте, какое облачко, и оно, сука, накрывает цель, ну, как так-то, ну, почему я такой неудачливый-то, все, вариантов нет, буду бросать наугад, ну, в район какой-то там, цели, блядь, вижу, 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 цель, ох ты, давай вот сюда, вот сюда, вот сюда, все, вариантов нет, ждем, 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 ждем сброс, эй, ты зараза, они не сошли, да, блядь, а, я нажал на кнопку, думал, что будет сброс автоматической серии, надо было выбрать не одну просто, блядь, надо было выбрать все, ну, вот одна-то хотя бы сюда попадет, хер, там все перелетели, ну, я хер его знает, блядь, надо было выбрать все, ну, ладно, на ошибках учатся, надо было выбрать просто все, а, нет, нет, ничего я не убил, блядь, лошара, сука, да, вот они, они все перелетели, блядь, одна попала какая-то в район, забор, но я, надо было выбрать просто все цели, чтобы они прям чик-чик-чик-чик сошли, вообще нехер было мозги компосировать, надо было тыкать все мышкой, два каких состроения так и зачло, слушайте, ну, я бы даже еще раз сходил, а, я уже не успею, да, по времени, следующий тогда катка будет, тогда попробуем еще раз сходить, уже на какую-нибудь возможно другую цель, сейчас с легким, в легком пикировании пойдем домой, в легком, я сказал, в очень легком, метра 3, 4, давайте пока shift-a, я попробую все-таки настроить клавиши управления самолетом, и это у нас будет триммер, переключатель, а, вот так вот надо, переключатель руля направления влево, вот это, руля направления вправо, вот это, триммер руля высоты накабрирования, вот это, на пикирование вот это, так, переключатель элеронов, крен влево, сюда, крен вправо, сюда, ок, да, все, не работает, теперь отлично, вот, с таким вот спуском, попробую триммеровать четенько, чтобы было, с таким спуском пойдем в сторону дома, блин, ну, засада, конечно, с этим сбросом, я, да, лоханулся, там выбор не по одной бомбе сбросить, да, а сбросить ли тебе все бомбы с таким интервалом, ну, это мы учтем, а я здесь выбрал просто что одну бомбу, ну, интервал здесь уже смысла выбирать не было, потому что я бросаюсь вручную, либо просто прямо на кнопочку надо чпокать, топливо четыре сотни, ну, по идее, должно хватить, тем более мы сейчас идем на высокой скорости, можем даже немножечко объединить смесь, да, всего лишь два здания, так, а если на карте глянуть, ну, это интерактивный, так, я не понял, интерактивная карта в жирках, да, урон всего лишь два, а ресурсов сто семьдесят восемь, да туда офигеешь их вывозить, эти все ресурсы, семь минут осталось нам лететь, я думаю, мы должны успеть вернуться, в принципе, я говорю, с таким вот ветром плюс-минус расчеты верны, да, то есть первая бомба, да, небольшой был перелет, небольшой был перелет, возможно, скорость была у меня чуть выше, она, ну, соответственно, с большой высоты, это погрешность, с чем больше высота, соответственно, погрешность будет расти, вот, да, перелет небольшой был, первая бомба, но это не страшно, а, ну и вот вышло, выхотело, выскочило сообщение, что вверхаус один атакован, оно и нам, и им, да, а это у них вверхаус один, наверное, да, нет, склад пять, склад четыре, склад один, склад один, кстати, это может быть и наш склад атакован, такие же деятели, как я, пытаются учиться кидать с горизонта, вполне возможно, кстати, если мы выберем, наверное, все бомбы с интервалом там 0.25, получится, что они, ну, за одно нажатие они все и сойдут, наверное, вот так, хороший был склад, хорошее расположение целей для вот этого курса захода, но исполнение было не на высшем уровне, что за река, и вопрос, вот эта река, это уже, или все еще вот это, нет, нет, я еще вот здесь, ешки, сколько еще лететь, и, которые, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...